Привет всем, с вами сайт смартфон UA, а тестируем мы сегодня одно из самых доступных носимых электронных устройств на рынке – влагозащищенный фитнес-трекер Xiaomi Mi Band. Этому гаджету стоимостью всего 20 долларов под силу определить фазы сна, отследить количество сделанных шагов, пройденное расстояние и даже сожженные при этом калории. Что еще умеет умный враслет Xiaomi и для кого он предназначен в первую очередь, давайте смотреть вместе. Mi Band приехал к нам в традиционной для производителя картонной коробке из переработанных материалов. Она хоть и миниатюрная на вид, но помимо браслета в ней нашлось место зарядному кабелю и инструкции. Mi Band, по правде говоря, далеко не самый стильный гаджет в своем классе, но на руке выглядит хорошо и, как показала практика, привлекает к себе немалое внимание окружающих. По сути, это девайс, состоящий из двух комплектующих – термопластичного силиконового браслета и активного модуля, который вставляется в него. Ремешок получил удобную и надежную металлическую застежку, которая продевается сквозь него. Так что даже при активном беге волноваться, что он расстегнется, не стоит, как, впрочем, и о том, что может выскочить основной блок. Последний надежно удерживается ремешком, который, ко всему прочему, является еще и гипоаллергенным. Это, кстати, одно из существенных преимуществ Mi Band, так как устройство предназначено все-таки для круглосуточного ношения. Есть у ремешка, правда, и свои недостатки – его длина всего 230 миллиметров, а потому не на каждое крупное мужское запястье трекер может налезть. Вместе с тем, он очень аккуратно выглядит на хрупкой женской руке и даже на детской. Кстати, разнообразие ярких расцветок сменных браслетов последним наверняка понравится. Как, в принципе, и возможность не снимать девайс, совершая водные процедуры – мыть руки, принимать душ, плавать в бассейне. Не рекомендуется разве что горячая ванная, баня, ну и конечно же соленые водоемы. Ну а теперь пару слов об основном элементе трекера – активном модуле, внутри которого установлен акселерометр и микропроцессор. Его обратная сторона изготовлена из пластика, и на одном из торцов имеет два контакта для подзарядки, а лицевая получила серебристое алюминиевое покрытие и три встроенных светодиода. На них возлагается функция сигнализировать пользователю об уровне заряда аккумулятора и демонстрации уровня активности. Так, к примеру, если вы установили себе норму 8000 шагов в день и вы уже преодолели рубеж в 4000, то Mi Band помигает вам двумя светодиодами. Если прошли все 8000, то сразу тремя. Для того, чтобы узнать, как обстоят дела с выполнением дневной нормы нагрузок, нужно совершить волшебный паз рукой. Ну или же заглянуть в программу Mi Fit, которую нужно установить для работы шагомера на ваше мобильное устройство, оснащенное интерфейсом Bluetooth 4.0. Приложение поддерживается как устройствами на базе ОС Android версии 4.3 и старше, так и iOS 7, и выше, и даже BlackBerry OS 10. Утилита, скачанная с Apple Store или Google Play имеет интерфейс на английском языке. Впрочем, при желании можно найти в сети русифицированную его версию. Все, что нужно сделать для начала работы с Mi Fit – создать Xiaomi аккаунт. Затем задать свой профиль, указав пол, возраст, рост и вес. Интерфейс программы интуитивно понятен. Здесь можно посмотреть фазы сна, имеется в виду легкий и глубокий сон, количество сделанных шагов, а также общую пройденную дистанцию, время прогулки и пробежки и даже количество сожженных при этом калорий. Кстати, данные можно просматривать как за текущий день, так и за все предыдущие или же узнавать средние результаты за неделю, месяц. Кроме того, еще и делиться ими с друзьями. В Mi Fit для Android в качестве дополнительных видов активности для учета результатов предлагается также бег, прыжки со скакалкой и качание пресса. Впрочем, Xiaomi в будущих обновлениях приложения обещает добавление и других видов спорта – гольф, теннис, велосипедный спорт и другие. Что касается точности подсчета, то погрешность, конечно же, имеет место быть, так как человеку порой активно приходится двигать руками не только во время ходьбы и бега, но и выполняя определенную сидячую работу. Время автономной работы Mi Band нас приятно порадовало – аккумулятора емкостью 41 мАч хватает в среднем на 40 дней. Чем еще помимо контроля собственных спортивных достижений будет полезен Mi Band? Ну, во-первых, он способен выполнять функцию будильника. Причем, не простого, а умного. То есть, отслеживая фазы сна, он будет в самый подходящий момент, незадолго до указанного времени. Делает он это с помощью вибрации, а потому для тех, у кого сон очень крепкий и кому для того, чтобы проснуться нужен оркестр, он явно не подойдет. Еще одна важная функциональная особенность Mi Band – сигнализирование при поступлении на смартфон входящего звонка или нового сообщения. То есть, если вы в шумном транспорте или забыли вывести свое мобильное устройство из режима без звука, вы все равно не пропустите важный звонок. Трекер оповестит вас о нем вибрацией и свечением светодиодов. Что ж, Mi Band вряд ли будет полезен заядлому спортсмену. Все-таки его функционал для профессиональных тренировок довольно ограничен в сравнении с конкурентами. А вот для человека, который просто заботится о своем здоровье и внешнем виде – это отличная находка. Устройство стоит всего 20 долларов, вместе с тем приятно выглядит, защищено от воды, легкое и удобное в ношении, обладает хорошей автономностью и немалым количеством полезных функций, способных облегчить жизнь и улучшить физическое состояние человека. Субтитры создавал DimaTorzok